всем доброе утро у меня тут с утра уже разбор моих вещей все складываю смотрите уже упаковала такую коробочку себе нашла маленькую для моей косметики и всяких уходовых средствах и так далее мой бандаж упаковала который до родовые потому что ребенок очень низко такой бандаж конечно толку от него было мало либо это неправильно надевала его но вообще оставлю его на всякий случай кстати здесь вот ксения бородина советует этот бандаж интересно она вообще в курсе что такая реклама есть молокоотсос и чемоданчик с косметикой там совсем немножко что еще остается это такой вот чемоданчик мини чемоданчик здесь у меня все что связано с уходом все что я оставляю себе это вот масочка для лица такая кстати вот это неплохая маска крем для лица мои любимое масло для волос огуречная маска там алоэ это все защита от солнца и батист кстати у батиста попробовала новый такой вкус ну точнее запах с вишней вот такой вот бальзам после бритья используя иногда его как основу для макияжа кремушек который мне мама подарила новенький очень тоже классный мою любимая масочка с свинюшкой и беру вот такой лак ой не лака пенку для волос она еще новая вообще даже не использовала лак у меня есть агент глэм от год туби очень классно лак кстати и такой вот мусс тоже вот здесь у меня выбросить уже все есть и нашла еще такой вот пробник от шанель вообще такой ужасный аромат если честно возрастной достаточно аромат поэтому я его отдам своей бабуле приготовила маме тут две тенюшки не знаю будет она пользоваться или нет но я уже не буду и приготовила маме такой вот taft сухой спрей для текстуры волос может быть ей пригодится потому что я привыкала к этому продукту и и мне он не пригодился вообще это же пенку потому что слишком много пенок они не портятся поэтому пенку тоже маме и наверное кто-нибудь еще сухой шампунчик чтобы я положил потому что для меня это много сейчас буду дальше упаковывать всем привет я в кадре какая-то вся убитая в депрессивном состоянии честно говоря под конец года ты выдыхаешься полностью нет никаких сил вообще ничего не хочется не хочется ни готовить ни праздника вообще ничего и у нас так получилось что мы то что планировали сделать именно этого не будет мы сейчас стараемся сделать то чтобы нам было комфортно просто жить в нашем доме поэтому муж тоже уже не хочет ничего делать он сильно устал вот и какое-то знаете такое непонятное состояние я сейчас пытаюсь собрать вещи собирать точнее начала собирать и это оказывается вдвойне хуже и не приносит вообще никакого удовольствия я думала наоборот будет такая знаете эйфория но ее нет а может быть у меня такое состояние настроения в связи со случившейся катастрофой вчера мне кажется уже многие в курсе я на этот повод на этот счет не высказываюсь и ну стараюсь как-то вообще не комментировать эту ситуацию у нас вчера самолет авиакомпании БКР взлетал и что-то там пошло не так и он врезался в жилой дом слава богу что в доме никого не было 15 человек по моему погибло или 12 человек 12 человек по моему погибло некоторые в очень тяжелом состоянии некоторые в стабильном некоторые хорошо ничем не отделались это просто вообще мне кажется очень очень им повезло на самом деле я этой авиакомпании летаю очень часто и никогда мне в принципе особо не было не комфортно единственное что два раза мне было ужасно страшно это когда я летела в Усть-Каменогорск с Астаны и когда я летела в Астаны в Алма-Ату на посадке очень сильно трясло он весь трескался трещал мы все подняли все спали подняли головы сразу ну состояние просто не передать потому что ты не знаешь что происходит все молчат и как бы не знаешь ты приземлишься или нет но знаете авиаперелеты это до сих пор самый безопасный вид транспорта конечно такие случаи бывают это очень страшно это очень ужасно но это один процент из всех вообще перелетов и поездок поэтому не знаю меня сразу это очень сильно возмутило и нагнало такой страх что я не особо хочу больше летать вообще этой авиакомпанией но этой авиакомпанией я точно больше никогда не полечу вот буду летать аэростаной вы спросите почему я не летала раньше аэростаной просто у меня почему-то всегда со временем так совпадало что бекэр именно попадал в тот временной промежуток когда мне нужно было быть в Астане там и в других городах РК вот поэтому конечно нужно будет корректировать свое время и свои перелеты вот у нас сегодня в Казахстане суббота и объявлен национальный траур ничего не работает никаких каналов тоже не работает я сейчас хочу все доделать у меня муж сегодня уезжает и поэтому уезжать по делам как раз и я поеду в Магнум хочу закупить продуктов потому что уже народу нереально много а если это все оставлять на завтра на послезавтра и послепослезавтра то это капец будет ужас я уже написала список обязательно с вами поделюсь своим меню вот и по списку буду уже закупать также нужно очень много вещей которые там шампунь средства для мытья посуды то что нам пригодится на первое время нашей жизни вот сейчас пойду гладить рубашки я приехала за продуктами в Магнум народу просто кишка мне кажется я в очереди простою сейчас всю свою жизнь просто жесть только две дома у меня спокойно дождя но не на Новый год пришла с палитной бумажкой все еле до телепала корзину припарковалась далеко хотя когда я парковалась мне казалось что близко целый целая машина продуктов но на самом деле не так много чисто до Новый год и из бытовой химии немножко взяла вот и Мирошки чуть-чуть поэтому такие дела знаете мне кажется наше общество оно еще не готово у нас давайте предысторию у нас во всех почти супермаркетах отменили пакеты раньше их раздавали направо и налево сейчас они стоят сколько-то там в деньге вот и по-моему десять или пятнадцать я в магнуме стоят пакеты я пришла со своими эко сумками все сложила туда и многие очень удивляются так и радуются ну по-хорошему удивляются что человек использует эко сумки на самом деле из всех очередей ну наверное человек три использовала эко сумки в том числе и меня поэтому люди переходите на эко сумки реально это удобно они всегда с вами можно бросить в машину или куда-то еще но тем самым мы откажемся от этих пакетов конечно совсем отказаться не получится потому что те же самые овощи все это где-то что-то купили и будет в пакетах но если каждый сделает каждый будет закупаться хотя бы большую часть продуктов на и складывать это в эко сумки мне кажется это уже будет большой прогресс поэтому мне кажется именно это нужно делать так давайте посмотрим что же такие новогодние покупки что я купила я со своими эко сумочками здесь у нас овощи-фрукты сейчас буду вам показывать мандаринки такие пакистанские не знаю что сладкий огурцы перчик болгарский желтый мне очень нравится желтый перец поэтому я постоянно беру болгарский желтый перец а так они по вкусу все знаковые сладкий лук красный фиолетовый так что еще такие вот мандаринки помолка вообще наш любимейший фрукт мы очень любим помолка лимончик лимончик так бананы помидоры и капуста пекинская я ее использую для цезаря мне кажется очень даже неплохо получается айсберг я уже давно не использую так теперь давайте здесь будем смотреть что вот такая вот творожная масса с черной смородиной киргизская по-моему умыть очень нравится мне мирошки мужу в общем всем багет взяла какао очень нам понравилось в наборе который мироши подарили были какао он с удовольствием пьет я тоже в общем мы подсели на какао детские салфетки такое вот детское шампанское яблоко тыква персик банан и салатик из фруктов просто уже давно он такое не ест в принципе но так чтобы было там в дорогу или куда там поэтому взяла желатин взяла это для маски потом покажу суперскую маску которая вообще просто офигенно удаляет черные точки такой еще тоже фруктовый салатик вот такой вот соус барбекю с каенским перцем очень вкусный для мяса вообще просто сам то так это мне нужно было тряпочки домой взяла тарталетки такие вот так это у нас салилат риха а это салями взяла салями попробовать этой марки никогда не брала здесь картошка такая крупненькая два мешка туалетная бумага здесь у нас силия куриная морковка так как у нас появилась кофемашина взяла кофе классический жокей это у нас средний помол поэтому для нашей кофемашины как раз нужен средний помол это взяла сырок для салата горошек консервированный майонез целую банку мешки для мусора которые вот так вот закрепляются очень удобно для домой взяла здесь у нас для салата тоже такие сухарики маринованные огурчики большую банку фасоль икру трески взяла так здесь у нас губки женские делишки сыр фета маслины консервированные эти шампиньоны вот эту тоже штучку сладкий творог от джелси любит мирожка взяла три разных соус цезарь решила взять попробовать такой кайф обычно рассыпчатый покупаем от маги по-моему долго искала я маги не нашла точнее он где-то там был но я до него не нашла решила взять такой кайф ламбер наш любимейший сыр просто шампунька у меня закончилась мне очень нравится вот этот шампунь про серия это у нас шварцкоп по-моему посмотрим тогда очень очень классный на самом деле и после него волосы очень долго остаются чистыми я взяла вот для объема попробовать кукурузка средства для мытья посуды у нас нету творожный сырок сливочный молочко мы очень много пьем молока сливки вот такие вот полотенчики это я подарю в садике учителю воспитателю и нянечке в смысле воспитателю нянечке директору вот такие все одинаковые взяла чтобы они там не переругались между собой так и еще еще классные пакетики нашла сначала новогодние но они стоили по моему 600 тенге что ли за пакетик вот эти вот по 200 тенге и они гораздо лучше выглядят интереснее такая вот с ламой потом еще такая вот лама и еще по моему барашек или тоже прицепилась вот поэтому такие красивенькие пакетики в общем в принципе это все напитки покупает мой муж алкоголь они уже купили вот меню и все 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 то когда буду готовить обязательно вам покажу вот но этого больше чем достаточно на самом деле знаете вот этот синдром наготовь миллион тазов салата и потом ешь его неделю а потом еще и не доешь а он начинает пропадать это жутко меня бесит в прошлом году я наготовила очень очень много всего и того и в итоге мы поели наверное дня два потому что это тоже дико надоедает это вся пища новогодняя вот и в этом году я конечно тоже буду готовить нормально но уже не так бешено как в прошлом прошлый год в прошлом году мы вообще были с мужем вдвоем поэтому как-то так у нас получилось очень очень много всего вот если говорить из меню да что я буду готовить я буду готовить я могу вам уже проговорить свой новогодний стол буду готовить оливье греческий салат салат с фасолью и с сухариками мой любимый салат на данный момент и салат новый какой-то буду готовить для себя это грибная поляна вот потом еще буду готовить тарталетки как закуска брускетты будут с чесноком помидорами и зеленью что 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 еще будут соленья всякие разные помидорки огурчики капуста будет нарезка вот на горячее будут у меня ребрышки в соусе барбекю и картошечка и на десерт я не знаю если я успею приготовить какой-нибудь тортик то приготовлю если вдруг нет то сделаю маффины с сливочным кремом то есть сливки плюс творожный сыр и это очень дает вкусный такой сливочно-сырный вкус просто я обожаю этот крем на данный момент это вообще мое самое то и хочу приготовить еще но это не на новый год а потом уже после нового года так как пять дней мы отдыхаем хочу приготовить профитроли потому что у меня отличная вообще духовка вот профитроли и взяла как раз для этого всего сливки которые кондитерские вот так что как-то так все сейчас буду разбирать все в холодильник и не знаю продолжать дальше собирать вещи или лечь уже спать а я забыла знаете что купить что такие мешочки для кофе очень ладно все выключаюсь так всем доброе утро уже у меня сегодня воскресенье вчера я так основательно уснула что проспала всю ночь достала такую большущую коробку сейчас будем туда складывать все что здесь на кухне мое то что забираем вот с тобой какие то вот то что я купила пикс прайсе обязательно тоже надо сложить какие то чашки еще что то здесь у нас сладкое формочки в общем куча всего и это мне не приносит никакого удовольствия на самом деле а только это муторное дело в общем капец я сейчас поставлю нам ускоренную съемку поэтому приятного просмотра я вам обещала показать масочку она просто моя поменьше по очистке пор в общем наверное уже многие использовали этот рецепт нам нужен желатин пищевой и активированный уголь где то у меня здесь чайная ложка желатина 1 таблеточка активированного угля сейчас добавляем немножко водички и отправляем на 15 секунд в микроволновку вот такая у нас получается смесь она горячая сейчас немножечко застынет и будем наносить ее на кожу за счет того что она горячая она будет сразу же раскрывать поры так она что это у нас она во это очень очень что это В общем, разбираю диван, чтобы они его несли. Смотрите, нашла мужа медали, занимался тхэквондо, и, в общем, конечно, это такая память офигенная. Овсянки, первое место, открытый турнир, здесь тоже первое место, непонятно, какое место, очень непонятно тоже. Вообще, очень круто, когда у мужчины есть, что показать своему ребенку, в частности, сыну, да, и чтобы сын, смотря на отца, видел его заслуги и к чему вообще нужно стремиться, потому что это действительно очень такое все ценное. Так, тоже медальки всякие разные, но мы будем медали. Наконец-то какое место. Еще бы ленточки к ним сделали, нормальный. 5 лет, так, 2005 год. Вообще, вот столечко всего, по-моему, это даже не все здесь. Первое место. Красота. В общем, мы уже немножко обустроили гостиную, поставили такую стеночку, конечно, потом покажу ром-тур полностью. А ты еще что там делал в мире? Вот так, конечно. Поехали. Продолжение следует...